я вас приветствую на канале степан холера мы продолжаем играть фермер симулятор 19 и это у нас карта осина сегодня с утра я проснулся и понял что я бедняк у меня 500 евро на счету вот на самом деле пришла смс к начали звонить из банка говорят вы что совсем это уже оплошали денег у вас нету какая же вам техника в аренду в общем вышел так почесал затылок и решил что нужно продавать лес тот который у нас там валялся чуток я там еще подрубил деревьев и сдавать всю технику которая у нас арендована плюс ко всему же у нас там еще работы есть их нужно закончить в общем погнали давайте работать давайте работать и как-то зарабатывать иначе перед сидоричем как-то уже стыдно что ли смотрите сколько у нас еще леса вот но по-моему этот лес уже не продается да совсем такого же и жучками побит червяками по ежин и не товарный я так понимаю сейчас попробуем попробуем сдать короче говоря не все так хорошо и просто как хотелось бы у нас было много денег но поля наши поля съели практически все деньги и некоторые из полей у нас еще и не полностью удобрены вот что интересно так и мы можем как-то 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 control и нет нельзя выгрузить просто так нельзя что тут с ними делать непонятно и брать не хотят и вести их назад тоже неохотно смотрите половину грузовика у нас вот был вариант там кстати опять же сидорич подсказал что был вариант у нас брукс попробовать о 2 700 отлично ну 4 400 это уже что-то что у нас еще осталось немножко березок на которые могут продаться могут и нет давайте их выбросим сюда вот он подсказал о том что у нас магазине завезли брукс это если кто не знает супер крутая такая штука которая позволяет резать в щепу буквально все подряд любой бросовый материал любые бревна все что угодно мы можем порезать но я конечно же обрадовался зашел туда но видел что цена на него неимоверно просто зашкваре ну какой-то зашквар реальный 50 тысяч в аренду взять будет стоить две с половиной ну а с моими то 453 там 453 евро конечно же даже тут разговаривать со мной никто не захотел интересно продастся нет нет ну и ладно пускай валяется в общем немножко подзаработали теперь уже веселее и будем сдавать вот тут еще смотрите да как это как это она сюда нападала будем сдавать газон будем также взять я могу там доделывать на поле посмотрим что у нас там по моему плуг в этом в аренде и помните мы там вырубили вот эти же все посадки я предлагаю немножко еще проехаться плугом то есть у нас сегодня работа будет такая не сильно трудная и немножко разнообразная там поработаем немножко здесь поработаем немножко сидоричем поговорим о том о сем поставлю поближе к магазину прямо сейчас я его сдавать не буду а вдруг где понадобится чтоб потом снова таки не брать в аренду хороший газончик мне нравится и будем его брать его или модификацию там какой-нибудь так вот смотрите у нас вот это поле уже практически удобрена до осталось вот такой вот кусок за нашим работникам за костиком сделать и 15 процентов удобрения не сказать что мало но и немного то есть нам как-то нужно сэкономить что ли не знаю как как тут можно сэкономить потому что поле вот это как-то соединенное поле мы даже не начинали вот и там нужно тонны 2 как минимум а может быть и больше ну почти если где-то недоудобрим но ничего страшного вот было бы интересно конечно приминать культуры но давайте так давайте в следующий раз если мы прозеваем рост то значит будем будем их мять так здесь почти все единственное что я сделаю это съеду с горы быстрее будем удобрять чем я сейчас буду ехать на гору и зря только высыпать удобрение вот но вначале доделаем тот кусочек удобрение это у нас почти по 2000 или даже по 2 чем-то короче я немножко как-то думал что они дешевле как-то говорю а нельзя ли мне отвесить пол мешка полтоны а можно если я буду вас брать оптом то вы мне сбросите они так смотрят на меня даже ничего не сказали просто смотрят и все если бы наверное не заступничество сидорыча уважаемого тут человека могли бы даже может быть и нагрубить вот но так как я с ним тут и и разговариваем и чаи гоняем и друг друга знаем то как-то из уважения так хорошо поехали постепенно мы тоже заработаем тут уважение от местных жителей а уважение приходит или по делам или по деньгам да и вот как раз по деньгам чуть-чуть и под и по делам и по деньгам у нас будет заработаем ну да он такой кусок с горы съедем сейчас и все и ожидаем большого урожая урожая просто потрясающего потому что мы тут по последним технологиям все делали капельное орошение вот с дронов я тут заказывал приезжала фирма с дрона тут все смотрели где нужно больше сыпануть где меньше вот собственно по их рекомендации я вот видите да тут и ешу где-то там нужно досыпать ну грунты такие что нужно досыпать где-то наоборот специальное вещество есть которое вроде бы как убирает лишнее удобрение где-то что-то даже не удобрение какие-то другие там я и не выговорю сразу какие-то вещества нужно подсыпать в общем все сделали теперь ждем когда же будет урожай по последнему писку сельхознауки так у нас восемьсот двадцать девять да ну что костику наверное мы не будем поручать а проедемся сами по своему полю сколько удобрим сколько будет потом поеду посмотрю что там у нас в конце виток по деньгам и по количеству удобрений и примем с вами решение или брать удобрение или понадеяться на то что птички будут летать над полем и удобрять его а может быть местных школьников попросим выходить на переменки садится как-то так квадратно гнездовым таким методом так ну примерно да примерно вроде бы как сыпется там где надо в общем все следующий раз применение я включаю это из просто из-за того что у нас первый урожай и денег вообще нету а так будем приминать прозевали значит расхлебываем значит будем смотреть на то что тут половина урожая притоптано половина неудобрено половина нет конечно такого не будет у нас будет все по науке у нас будет все так как надо вот а по моему вот этот кусок да видите да вот этот кусок как ни странно казался удоблен и это здорово если бы не эти деревья которые там растут просто я сам удивился вроде бы как мы вчера эти деревья резали срезали я так подозреваю что это местная пацанва помните они там у нас но трактор то понятно что среди поля там перевернули потом прицеп вытащили со двора и поставили посреди дороги ну удали много сил девать некуда и вот это вот пацанва по моему они натаскали бревен мне на участок и где-то там среди кустов сидят снимают на смартфоны и ухахатываются когда я вышел и увидел что полно бревен я их только вроде бы как свез на лесопилку а их опять полно вот а потом я даже начал злиться потом думаю да это ж классно вот это здорово мы сейчас на этом еще и подзаработаем вот как злюсь вот сейчас на вот эти автомобили которые воют за окном кто-нибудь уже примите закон что вот вот эти звуки посторонние никому не нужные воющие сирены автомобиля они раздражают людей а если среди ночи начинает орать то хочется просто взять не знаю что нибудь взять такое потяжелее и выйти настучать по этой машине почему мы мирные жители граждане которым завтра на работу должны слушать среди ночи вой чьей-то машины не спать потом или даже просыпаться вот я не хочу этого по моему тут что-то неправильно да потому что даже раньше вот были было запрещено после 11 часов запрещено шуметь а сигналка это явный шум даже можно вызвать полицию и указать что вот шум где там наши законодатели сделайте что-нибудь вы же смотрите это видео я знаю смотрите видео записывайте в блокноты как тут нужно хозяйствовать потому что пришли же у нас там полные дилетанты абсолютные вообще и ничего не знают а тут смотрите так все наглядно мы делаем все понятно рассказываем показываем поэтому примите закон чтобы делали сигнализацию с выводом на смартфон пускай хозяина будет пускай звенит у него смартфон вибрирует звенит кричит там и так далее на улице просто пускай мигает и все фарами там габаритами чем угодно чтобы звука не было напишите комментариях уважаемые депутаты под каким номером это будет законопроект а мы вам всем лайки поставим так но это я езжу на тракторе и мечтаю вслух потому что тут даже в селе вот сработала сигнализация у кого-то и он то ли спал то ли может быть в гостях был орала полночи я не выспался сегодня еще и денег не было с утра и это был вообще какой-то позор вот смотрите веерная новая веерная технология называется внесение удобрений этого внешне абы что у нас там 400 килограмм есть можем немножко тут заполировать эту веерную технологию улучшить апгрейд вот я думал что не хватит вот реально думал что не хватит этого удобрения оказалось не все так плохо да и все таки мы соберем урожай с нашего поля так ну тут чуть-чуть да тут как-то не досеялась там немножко не досеялась будем считать что мы туда всыпали другие химикаты которые позволяют как-то по-другому расти нашим растениям все погнали сэкономили 400 400 килограмм потому что из-за этих растений просто не угадаешь где есть где нету так а погодите да ведание включено уничтожение давайте включаем сразу же его до что у нас тут пополняет семена удобрения не надо навес для свиней которым сейчас ничего нету ну и собственно все остальное настройка у нас средние так ну и не расслабляемся потому что нам еще нужно работать с плугом немножко сейчас покатаемся обработаем то обработаем это поле кстати его тоже нужно по моему удобрить по второму разу вот смотрите вот этот вот прикол да то что вытащили вот снова таки бревно мы его вчера порезали и свезли его вообще не было взяли откуда-то притащили представляете сколько силы силушки в этих у пацанов и уместно вот но в общем то от такого пранка я не напрягаюсь пускай пускай таскают если бы они знаете еще и таскали на лесопилку а деньги мне на счет переводили вот это пранк был бы конечно знатный классный вот это я думаю что пёс вечером гавкал я думал что у него еды нету ну у него еди реально его нету да и ты еда покормить покормить пёс вот так как я ему давал утром еду я думал что ему хватает он уже вечером начал галкать подвывать я подумал что он голоден но не стал уже вставать тут еще среди ночи это сигнализация в общем весело сельской местности да в городской тоже слушайте я хотел попробовать ну вот ради прикола конечно я хотел попробовать вот средний трактор есть у нас вот такой вот красень смотрите да 240 лошадок почему его потому что брукс требует 250 лошадей для того чтобы щепу делать тут 175 а тут 240 вот он стоит 50 тысяч и две с половиной тысячи за аренду классный конечно трактор смотрите новенький совершенно да кусается кусается цена при такой при таких деньгах что мы можем тут модель пятнадцатого года до плюс две тысячи смотрите разница в черных черная кабина до колю ох ты ж какие но выглядит он немножко странно тут по моему для такого трактора нужны побольше колеса классический прямой покрашенный кривой не крашеный что роса вода какая-то к протектор больше ниже вот и тут у нас есть еще смотрите хорошо что подсказали я как-то не обратил внимание на вот эту штуку дизайн 34 смотрите сколько всего капец нифига себе 7 дизайнов мы даже можем поставить маячки фаркоп и трехточечный плюс 200 класс сколько всего и за смешные деньги 2 600 но давайте у нас сбросовые деньги с дерева да но давайте возьмем так у нас нам нужен какой фаркоп или трехточечный честно говоря не знаю ну пускай будет трехточечный потому что интересно попробовать какую-то новую технику я вывезу пунктирую плуга арендовать новый я все же не буду попробуем поработаем с этим и на будущее как раз интересно с этим трактором провозиться потому что на будущее нам нужен будет такой крутой вот я также планирую волгарь взять так как он дешевый и мощный помните да мы работали давайте посмотрим поближе на этого красили классно новая техника всегда классно да все новое классное свежие пахнущие в краске нету не муха что называется по нему не пробежала не нагадила нигде не масло не подтекает не дымит ничего какая красота внутри что мы смотрим до сидушка до сидорыча кстати есть смотрите здорово кнопочек куча работает гидроусилитель спидометр работает все работает классно так новенький же пригнали в единственном экземпляре сидорича порадуем даже слышали да даже сигнал такой музыкальный ну да на этом тракторе себя чувствуешь королем 40 километров гоняет 240 лошадей почти все можно прицепить к нему красота и и и попряжи на Придется дорогу все-таки нам восстанавливать Потому как местные приходили Говорят, ну, это все классно Но ты зря Лишнего отхватил Я говорю, я понимаю Я понимаю, что Мы восстановим дорогу Вы не переживайте Все будет здорово Уже смотрел за этот Незаравниватель, как он там называется Смотрел на него Придется арендовать Так, снова-таки Чтобы здесь тоже дорогу Не попортить Разрешить создание полей Ну, давайте пробовать Да, тут пни Вот как раз этот брукс Он нам позволит пни убирать Чтобы вот так вот не подскакивать И, кстати, нам будет их виднее Пока что сеять здесь ничего не будем Просто будем вот так вот Зачистим Зачистим Создадим поле Потому что наш МТЗ Он бы просто не подтянул Через эти пни Вот, ну нормально Катается без проблем Ну Что ж я хотел? Конечно Такая-то техника Еще бы не каталась Кстати, тут вот Даже плуг Можно будет В теории потом Взять получше В смысле Тот, который навесной Который висит А не вот так вот с колесом Потому что с ним Удобнее работать Вот так как не нужно Слишком сильно Изворачиваться Чтобы вот так Выставить его Так, тут помним Это березка Нужно объехать Подпрыгивает И по-моему Пни мы больше Да? Отрезали Какое-то Какое-то поле чудес Настоящее Пни растут Деревья сами появляются Вот Но в любом случае С трудом Без труда А у нас появилось Еще кусочек Кусочек поля Появился На котором у нас будет Еще немножко Деньжат Так, ну-ка Давайте посмотрим Поближе Как это все выглядит Вот, да нормально Выглядит Вполне нормально Тянет Через пни Через ветки Которые тут В траве не видать И я их, конечно же Потом все уберу Вдруг сам Пни заровняем Излишки там Где-то у нас Что-то там Еще валяется Тоже ему Скормим Само удовольствие Работать На новеньком Тракторе Да еще На таком Мощном Тракторе Вот разве не красавец Так Красавец Так красавец У нас 9 утра Еще нужно тут Поработать И нужно будет Вот эти все ветви Убрать Но я, конечно Это все сделаю За кадром Вот Поэтому правильно Мы с вами сделали Что не сдали Газончик Пока Он нам еще пригодится На эти ветви А с пнями Уже будем думать Потом Когда появятся Деньги И Брукс В теории Я хотел бы Приобрести Кстати Я вам Все уши Прожужжал Про этот Брукс Но Толком его И не показал Вот А вам Может быть Это интересно Да Вот он Смотрите Вот такой Какой-то Немножко Странный Конечно Да Что-то Какая-то Двухуровневая Такая вот Краска На нем Есть Выбор цвета Правда Выбор цвета Тоже Зашкварный Какой-то Вот И больше Никаких Выборов Нету И 3000 Взнос А цена 60 тысяч То есть Это Если Мы будем Заниматься Уже Вот Реально Заниматься Каким-нибудь Там Лесом Щепой Серьезно Вот Если Мы на Этом Поле Вот Я Читал Ваши Все Комментарии Смс Ками Мне Все Приходило Я тут В теньке Сидел И читал Если Мы Будем Скажем Здесь Например Можем Посеять Лес Да Почему Бы И Нет То Тогда Да То Тогда Можно Купить Стационарно Его И 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 Продавать В местную школу Да И вообще По Зеленому Тарифу Продавать И Зарабатывать Щепа на электроэнергию Так Ладно В общем Я буду На этом С вами Прощаться Встретимся В следующей Части И Будем Продолжать Работать А Больше Всего Будем Наверное Ожидать Урожая Потому Что С Деньгами Хорошо А без Денег Туго И Нам Нужно Заработать Желательно Заработать Тысячонок Двадцать Тридцать А может Быть И Еще Больше И Купить Тот же Самый Волгарь Уже Газон Купить Уже Стационарно Чтобы Это Все Наше Было Вот Плуги Там Привезли Мне Тоже Говорили В магазине Дешевле Чем Вот Этот Есть Разные Подразные Трактора Пока Конечно Ж О Т-150 Мечтать Чтоб В собственности Он был Пока Рановато Но В теории Да Какое Сельское Хозяйство Без Т-150 Согласитесь Да В общем Спасибо вам За то Что смотрели За то Что ставите Лайки И Кто не Поставил То Ставьте Никогда Не поздно Поставить Лайк И За то Что Подписывайтесь До следующих Встреч Всем Пока Субтитры